Продолжается работа над посланием главы Чувашии Госсовета Республики. Михаил Игнатьев намерен выступить перед парламентариями и приглашенными 12 декабря. Сегодня наша съемочная группа поинтересовалась у чебоксарцев, что, по их мнению, должно найти отражение в послании. Сейчас для нас вопрос актуален, это проблема с детскими садами. Мы сейчас как раз в этом году пошли в садик и столкнулись с этой проблемой. Мы живем на Богданке, у нас застраивается новый район, и на весь этот огромный район только один садик, и места не хватает. Нам очень хотелось, чтобы в нашем районе сначала построили садик, а потом уже строили жилые дома. Мы живем в Ленинском районе, мне очень не понравилось то, что у нас понастроили много домов, обещали школу построить, а на этом месте сейчас строят много домов. Школы нет, когда будет новая школа, неизвестно. Старая школа в аварийном состоянии, хочется, чтобы побыстрее все было. Мои пожелания таковы, чтобы наконец в республике стала развиваться промышленность. Чтобы народ жил немножко лучше. Вот я, например, сейчас иду из больницы, талончик за 10 дней выдают только. Это очень-то непорядок, конечно. Ну, чтобы лучше народ жил. Мир, чтобы все делалось для того, чтобы на дорогах поменьше было. Вот это безобразие, без предела. Потому что как-то опасно даже ходить, и вообще стало страшно за детей, за себя. Так что, ну вот, чтобы работа, в общем-то, на благо народа. Сделать подземные переходы, потому что при повороте 40 машин ждут, когда одна тетя или дядя перейдут. Это сплошь и рядом. У вас пробки из-за того, что плохо организованное движение. Ну и развивать сельское хозяйство. Нельзя, чтобы в сельхозреспублике цены на питание были дороже, чем в крупных промышленных городах. Я поклонница биатлона, поэтому мне очень хотелось бы, чтобы в Чувашии открылся биатлонный центр, который мы все очень ждем. Кроме этого, мне бы хотелось, чтобы были приняты программы для развития молодежи. Потому что в Чувашии очень много талантливых людей. Хотелось бы, чтобы поощряли их труд и помогали.